МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подготовку к новому учебному году и строительство дорог обсуждали сегодня на еженедельном совещании у временно исполняющего обязанности главы Чувашия Михаила Гнатьева. Подготовка к новому учебному году начинается ровно тогда, когда заканчиваются занятия. В школах ремонтируются классы, спортивные залы, строятся новые спортплощадки. Сейчас в системе образования Республики работают более тысячи организаций. Это детские сады, и школы, и профтехучилища. Тенденция нынешнего года – сокращение числа средних специальных учебных заведений. Причина – их неэффективная работа. С другой стороны, все больше и больше учеников хотят быстрее получить профессию. Доля выпускников, которые уходят после девятого класса в систему СПО, она растет. Тоже видите в динамику сверху справа. То количество обучающихся десятых классов сегодня у нас уменьшается, вот с десятого года, если смотреть, почти на 33%. Для тех, кто думает о высшем образовании, считает министр, важно сохранить профили старших классов. Выпускник десятого класса должен подготовиться к выходу из одиннадцатого для получения конкретной специальной системы высшего образования. Поэтому все десятые классы, мы считаем, профильными могут стать тогда, когда этот класс будет полный, во-первых, как минимум 25 детей, ну и во-вторых, желательно иметь параллельный класс, особенно в городах, с учетом того, что у ребенка должен быть выбор. Более 600 миллионов рублей в этом году направлено на подготовку учебных заведений. Основной упор делается на создание безбарьерной среды. Дет комплектация медицинских кабинетов и ремонт пищеблоков. Во многих школах меняют ученическую мебель, а также комплектуют школьные библиотеки. В связи с новым образовательным стандартом появятся новые учебники в пятых классах. Многим сельским школам пора менять автобусы, и все это надо сделать в кратчайшие сроки. Министерство поставило задачу к 15 августа завершить подготовку к новому учебному году. Другая тема – ремонт дорожного полотна на особо интенсивных столичных трассах, в том числе на Гагаринском мосту и реконструкция дорог внутри микрорайонов. В текущем году планируем выполнить ремонт 136 дворовых территорий площадью около 70 тысяч квадратных метров на сумму 68 миллионов рублей и 118 гостевых парковок на сумму 40 миллионов рублей на 1400 машин и мест. На сегодняшний день по ремонту дворовых территорий и проездов выполнений составляет около 57%, по строительству парковок – 50%. Всего по республике в 2015 году планируется отремонтировать 134 дворовых территории. На эти цели выделено 102 миллиона рублей. За 6 месяцев текущего года освоено 36 миллионов 382 тысячи рублей, или 35% от общей суммы финансирования. При плане ремонта 234 объектов на сегодняшний день отремонтировано 60 объектов или общей площадью 40 тысяч квадратных метров. Необходимо отремонтировать 102 тысячи квадратных метров. По состоянию на 15 июля в целом завершены работы в Аликовском, Ибресинском, Козловском, Красночитайском, Чебоксарском районах. Специалисты Минтранспорта регулярно проверяют качество работ на двух и в деревне Тринкасы в селе Шоршалы были выявлены серьезные нарушения. Есть вопросы по ремонту моста через Цивиль. Сейчас здесь затруднено движение, выстраиваются многокилометровые очереди, как было в прошлом году, когда ремонтировались подъездные пути к нему. На сегодняшний день подрядчиком Волгомост заключен договор субподряда с крупной организацией Башкира Автодор, которая провела все предварительные исследования и, соответственно, на этой неделе должна начать выполнять оставшиеся работы на сумму 332 миллиона. С начала сентября строители обещают перевести движение на новые моста в ноябре, сдать объект полностью. Татьяна Молкова, Сергей Рябчиков, Республика. В Республике началась горячая пора уборка зерновых. Повлияла ли засуха и непогода на будущее урожа и как идут уборочные работы в следующем репортаже. Агрофирма «Сонара» уже много лет успешно занимается производством элитных семян зерновых культур. Основной упор предприятие делает на сорта, дающие хороший урожай и приспособленные к местным природно-климатическим условиям. В этом году площадь посевных составила более 1300 гектаров. Погодные условия не баловали сельхозпроизводителей. Была и засуха, и дожди, и град. Много сил было потрачено на то, чтобы сохранить будущий урожай картофеля. Это второй профиль предприятия. Сегодня практически идут процессы восстановления на данном поле. По новой формируется стебель, по новой формируются клубни. Вон молодые клубни после дождей. Понятно, была сослуживая ситуация. И полагаем, что потери будут к уровню прошлого года. Но, по крайней мере, всегда надо считать уже по факту в уборке урожая. Без картофеля чувашский народ не останется. Потому что каждое личное подсовное хозяйство у нас занимается выращиванием картофеля. Это второй хлеб. Михаил Игнатьев осмотрел посевные площади зерновых и бобовых культур. Собственники надеются, что урожая злаковых в этом году будет не меньше, чем в прошлом. На встрече обсудили и насущные проблемы. Как идет реализация сельхозпродукции. Что надо делать с невостребованными земельными участками. И насколько сейчас привлекает молодежь сельский труд. Такой формат общения, он вообще, знаете, вдохновляет, во-первых, людей. Придает огромный настрой для дальнейшей работы. Все настроены по-боевому. Чтобы поработать на славу и убрать весь, как говорится, выращенный урожай. В некоторых районах Чуваши уже идет сбор урожая. Убрано более 1200 гектаров озимых зерновых культур. Всего же планируется убрать 290 тысяч гектаров. Что больше уровня прошлого года. Наибольшую площадь убрали Комсомольский район, Порецкий район, 367 гектаров. Урожайность составила самая большая у нас в Алатовском районе на сегодняшний день. Это 27,2 центнеров с гектара. Батарева дают 25,9 центнеров с гектара. Но почему у нас южный район в первую очередь? Мы знаем, что там был у нас недостаток влаги. Поэтому и, конечно, зерновые поспели вовремя. Вскоре к уборке зерновых подключатся и остальные районы республики. Неза горами уборка ранних овощных культур и картофеля. Татьяна Леонтьева, Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Сергей Рябчиков. Республика. Сегодня Центральная избирательная комиссия республики зарегистрировала первого кандидата на должность главы Чуваши. Им стал временный исполняющий обязанности главы республики Михаил Игнатьев. Михаил Игнатьев первым сдал в ЦИК подписи и листы поддержки. После тщательной проверки члены рабочей группы пришли к выводу, что все они соответствуют закону о выборах. Работа была проделана очень большая. Мы добросовестно проверили все документы, все сведения, которые представлены кандидатам. Законодательство, я хочу отметить, очень серьезное, такое жесткое, достаточно по отношению к кандидатам. Электоральный цикл отличается, есть такая особенность, это сбор подписей в поддержку выдвижения. Причем подписи собираются не просто у избирателей, а у избирателей квалифицированных. Это депутаты местного самоправления, главы сельских поселений избранные на всенародных выборах. Это большой объем работы, тем более все подписи должны быть нотариально заверены. Михаил Игнатьев стал первым зарегистрированным кандидатом на должность главы Чуваши. Председатель комиссии Александр Цветков вручил ему достоверение установленного образца. Зарегистрировать Михаила Васильевича Игнатьева, 1962 года рождения, временно исполняющего обязанности главы Чувашской республики, проживающего в городе Чебоксара Чувашской республики, выдвинутого Чувашским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом на должность главы Чувашской республики 20 июля 2015 года. Ну что, Михаил Алексеевич, мы вас поздравляем с регистрацией на должность кандидата. Желаем успешного участия в выборах. Хотим, чтобы выборы прошли открыто, гласно, справедливо, демократично, чтобы результат был объективным, и мы уверены, что общими усилиями мы проведем хорошие и честные выборы. Михаил Игнатьев поблагодарил депутатов муниципальных образований за поддержку. Они, подтвердив свое отношение к кандидату Игнатьеву, дали нотариально удостоверенные свои подписи, чтобы выборы проходили на территории Чувашской республики честно, открыто, публично, конкурентно. Принципиальная позиция у меня обозначена. Я буду стремиться, чтобы все те слова, которые я говорю, чтобы на деле, в реальной практике, во время избирательного периода, политической борьбы, выполнялись. Также сегодня на заседании ЦИК зарегистрированы доверенные лица кандидата на должность главы Чувашской республики Михаила Игнатьева. В их числе уважаемые и известные в республике люди директор ЧГУ Андрей Александров, директор ОКОНДА Валерий Иванов, генеральный директор компании ТУЦ Николай Угаслов. Всего 7 человек. Напомним, что на должность главы Чувашия изъявили желание баллотироваться 12 человек. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков. Республика. Движущая сила. Развитию рынка газомоторного топлива в регионах Поволжье дали новый импульс. Отказаться от бензина и солярки в ближайшие годы должны пассажирские автобусы, коммунальная и сельскохозяйственная техника. Мало того, на газ сегодня готовы перейти и рядовые автомобилисты. Как скоро станет доступным компримированный газ? Этот вопрос обсуждали на совещании в набережных Челнах. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Программа по развитию рынка газомоторного топлива в Поволжье набирает обороты. Только до конца этого года в округе планируют открыть еще 30 газозаправочных станций. Увеличивается и количество автомобилей, работающих на газе. Перспективы этого проекта главы регионов обсуждали сразу с тремя федеральными министрами. Расширенное совещание прошло на базе завода КАМАЗ. За последние годы в стране спрос на газомоторное топливо снизился. Для развития этого рынка необходимо в разы расширить сеть заправочных станций. Сейчас в регионах Поволжья работает только 62 комплекса. Строительство новых зачастую затрудняет вопросы землеустройства и устаревшие правила пожарной безопасности. В действующие постановления правительства необходимо вносить коррективы. Этой работой намерены заняться три федеральных ведомства. Одним из держащих факторов является сегодня расширение рынка газомоторного топлива, является утвержденный Минтрансом России в 1998 году требование пожарной безопасности для транспортных предприятий. В 1998 году эти правила были приняты, однако сегодняшний уровень газобаллонного оборудования технологически позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности при эксплуатации газомоторной техники. значительно затрудняют развитие инфраструктуры и длительность процедур по согласованию проектных решений по строительству станций, по выделению и согласованию земельных участков для их размещения. До 2020 года в округе планируют открыть более 250 газозаправок. Причем в регионах могут появиться и передвижные комплексы, которые будут доставлять голубое топливо до потребителей. Мы находимся в самом начале пути. У нас до 2020 года очень большие перспективы. Я думаю, что мы в рамках тех обсуждений, которые проходят сегодня, сможем реализовать ту задачу, которая поставлена президентом по развитию потребления газомоторного топлива в России. С точки зрения организационных вопросов, с точки зрения развития программных документов, как на федеральном, так и на региональном уровне, мы уверенно движемся вперед. В частности, в Приложском федеральном округе, практически все субъекты округа имеют свои региональные программы по развитию техники, работающей на газомоторном топливе. И, конечно же, это очень хороший результат. В этом году на развитие рынка газомоторного топлива регионам по Волжье будет выделено более полутора миллиардов рублей. Причем производители техники сейчас готовы перевести на голубое топливо даже комбайны и тракторы. Но то ли еще будет. В ближайшие годы на газу могут начать работать и речные суда. Мы со своей стороны готовы активно с коллегами из Минтранса вносить изменения в существующую госпрограмму развития судостроения аспекты, связанные именно с проектированием и внедрением таких типов судов. Но параллельно, конечно же, для этого потребуется и создание инфраструктуры. Уже просчитан экономический эффект. Газомоторное топливо позволит удешевить транспортные перевозки. По прогнозам, резких колебаний стоимости метана в будущем не произойдет. Количество заявок на легковые автомобили с двигателями, работающими на газу, в ближайшие годы может вырасти в три раза. Такие машины уже начали выпускать и на автовазе. На газе можно проехать 350-370 километров на одной заправке. Вызов, с которым мы столкнулись, стоимость машины на 110 тысяч рублей больше. Именно поэтому мы просим включения нашего концерна в правительственные субсидии. Парк автомобилей, работающих на газу, увеличивается и в Чувашской республике. Причем активно в регионе приобретают газомоторные автобусы. В ближайшие годы планируют закупить более 350 единиц. Продолжается строительство заправочных станций. Мы представляли компанией «Газпром» газомоторное топливо. Три земельных участка. Это около города Чебоксары, Новочебоксарские и Канаша. Эти земельные участки в перспективе будут осваивать инвестиционные проекты. Кроме всего этого, тема обсуждалась сегодня. Оснащение, прежде всего, техники, которые используются в сельском хозяйстве, ЕБС и Костоваропроизводители потребляют сегодня огромные объемы энергоресурсов. Для предпринимателей, участвующих в этом проекте, в республике снижают ставку транспортного налога и предоставляют дополнительные баллы на открытых конкурсах по перевозке пассажиров. Эти меры доказали свою эффективность. По прогнозам, до 2020 года в регионах округа на газ будет переведено более 50% машин. Комсомольский район сегодня обрел своего сити-менеджера. Администрацией муниципалитета теперь будет руководить Алексей Самаркин. До этого он занимал пост заместителя министра сельского хозяйства Чувашия. Его кандидатура была утверждена на заседании депутатов Комсомольского района. Субботу, 18 июля, временно исполняющий обязанности главы Чувашии провел в Урнарском районе. Программа рабочей поездки была насыщенной. Михаил Игнатьев побывал в Калининском психоневрологическом интернате. Это одно из старейших лечебных заведений. Оно ведет свою историю с 1935 года. Тогда в стране начали бороться с детской беспризорностью. Здесь организовали специализированный детский дом. Нынешний статус он получил в 1991 году. С тех пор здесь живут люди, чьи возможности, здоровье и жизненная ситуация не позволяют жить и работать в обычных условиях. Два жилых корпуса, банно-прачечный комплекс, пищеблок, библиотека и даже клуб. Для комфорта пациентов стараются создать все удобства. А на ремонт, медоборудование, обновление мебели в прошлом году направили около 7 миллионов рублей. Ежегодное вложение финансовых средств нам позволило на сегодняшний день практически здесь модернизировать. Столовую, кухню, привести в порядок прачечную. Но на сегодняшний день, наверное, единственное, что еще остается, понятно, что планы есть постоянные. Но вот сегодня есть желание сделать более красивым асфальт, чтобы он был, в общем-то, не было ям. А так, по большому счету, постепенное вложение сегодня создали достойные условия для проживающих. Михаил Игнатьев отметил, в модернизации нуждается и котельная, причем срочно, чтобы не вышло, как в поговорке. Скупой платят дважды. В любом случае, с этой котельной будем вылетать просто в трубу. С учетом сложной экономической ситуации, понимаешь, денег не будет хватать. Экономия денег войдет. Примерно процентов на 40 меньше газа будем потреблять. Хороший котел за один сезон может себя продать. Сэкономленные средства можно, опять же, направить на улучшение условий жизни опекаемых. Там же, в Калинино, находится коррекционная школа-интернат. Ее основали больше полувека назад на базе тогда еще Калининского детского дома. Здесь по специальным адаптированным программам обучаются 153 воспитанника. С ребятами работают психологи, логопеды, другие специалисты. Они помогают детям адаптироваться в обществе. Правда, сейчас детей здесь нет, они на школьных каникулах. Многие уехали домой, некоторых забрали приемные семьи. Когда Михаил Игнатьев увидел творческие подделки учеников, он поначалу усомнился, что это дело о детских рук. Преподаватели отметили, в школе действуют гончарные и столярные мастерские, а девушки к выпускным классам могут не то что салфетки расшить, но и, к примеру, даже брюки для себя сшить. В Рио главы Чуваши отметил, такие работы достойны быть представленными на сувенирном рынке республики. В другом населенном пункте Вурнарского района, деревне Ямбахтина, открыли фельдшерско-акушерский пункт, сокращенно ФАП. До 2012 года их количество по стране постепенно снижалось. Удаленные от больниц населенные пункты лишались даже первичной и медицинской помощи. Сейчас ситуация исправляется, это уже пятый ФАП, который открыли в районе. Наличие ФАПа в деревне – это очень важно, потому что мы понимаем, что в деревнях в основном живут пожилые люди, те, которым лишние километры пройти, проехать всегда очень сложно. Просто померить давление, подсказать, какую выпить таблетку, сделать укол. То есть это очень важно, и, наверное, и благодаря этому наши чувашские жители стали жить дольше. Предполагается, что данный ФАП будет обслуживать жителей трех окрестных деревень, а это почти 600 человек. Здесь было старое здание, это старое здание, разобрали и такой короткий срок быстро построили вот это здание. Районная больница в 20 километрах отсюда находится, поэтому я побывала здесь, вот внутри все условия созданы для того, чтобы оказать и первую помощь. Очень удобно, потому что ехать далеко, не всегда есть время ехать на машине, на автобусе с детьми неудобно. Очень рады, здесь зимой будет очень тепло, уколы делать, прививки делать детям, и очень холодно было. Кстати, в недалеком будущем фельдшерско-акушерские пункты появятся еще в двух деревнях района. Почти 9,5 миллионов рублей в 2015 году направлено на строительство и реконструкцию сетей уличного освещения в Чебоксарах. До конца года необходимо провести работы на более чем 20 улицах столиц республики. На улицах города станет светлее. В Чебоксарах в рамках муниципальной программы развития жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары идет работа по установке и реконструкции сетей уличного освещения. Как сообщают в мэрии, с 1 июля освещение появилось во дворах на улице Богдана Хмельницкого, Карла Маркса и по проспекту трактора строителей. По данным Росреестра по Чувашской республике, жители Чуваши предпочитают приобретать жилье в новостройках. В первом полугодии 2015 года в Чувашии наблюдается рост спроса на первичное жилье и спад на вторичное. Количество регистрируемых сделок выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году 59 тысяч человек оформили права на жилые помещения, что составляет 52% от общего количества зарегистрированных прав. Наблюдается прирост зарегистрированных договоров долевого участия на 13%. В свою очередь, купли-продажи вторичного жилья упал на 29%. Однако, в целом, на рынке ипотечного кредитования в Чувашии наблюдается уменьшение количества регистрационных действий, связанных с ипотекой. Следственное управление СКР по Чувашии возбудило уголовное дело в отношении чиновника Росалкогольрегулирования. Мужчина задержан в Чебоксарах по подозрению в получении взятки в размере 200 тысяч рублей. По версии следствия, днем 15 июля 2015 года в городе Чебоксара подозреваемый получил взятку от директора одной из фирм. Чиновник не стал привлекать его к уголовной ответственности за нарушение технических регламентов хранения алкогольной продукции. За это юридическое лицо могло быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере до 1 миллиона рублей. После получения незаконного денежного вознаграждения сотрудник Росалкогольрегулирования был задержан с поличным. В настоящее время подозреваемый задержан по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему может грозить лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки. Противоправная деятельность подозреваемого пресечена следователями Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками Межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Почувашия. В республике за прошедшие сутки произошли три крупные аварии с жертвой. Происшествия были зафиксированы в Ибресенском, Марпасадском районах и в Чебоксарах. В столице авария произошла в ночь на воскресенье на Егерском бульваре. Водитель Рено, выполняя поворот налево, не уступил дорогу встречной ладе приори. После удара машину откинуло на третий автомобиль. В результате столкновения пассажир лады получил различные травмы и был доставлен БСМП. В Марпасадском районе водитель автомобиля ВАЗ-2114 на нерегулируемом перекрестке при въезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу водителю другого вазовского автомобиля. В результате чего машины столкнулись. Пострадали водитель и четверо пассажиров, в том числе несовершеннолетние. Обстоятельства происшествия выясняются. В Ибресенском районе водитель одной из машин не справился с управлением. На большой скорости автомобиль улетел в кювет. 29-летний водитель вылетел из салона, так как не был пристегнут ремнем безопасности. В результате полученных травм он скончался на месте. Проводится проверка водителя на алкогольное опьянение. Министры на велосипедах, главы администрации на футбольном поле, сотрудники ведомств в озере. В минувшую субботу мы побывали на необычных соревнованиях. Подробнее расскажем прямо сейчас. Пасовать, перетягивать на себя, забивать и отфутболивать. Все то, что чиновникам категорически нельзя делать на своих рабочих местах, здесь только приветствуется. Представители органов государственной власти и местного самоуправления сменили деловые костюмы на спортивную форму. В Урнарском районе стартовал летний этап 14-й спартакиады работников органов государственной власти Чувашской республики. На поляне у озера Кюльхири собралось более 50 команд. Это уже наша традиция, ибо Чуваши являются спортивным регионом. Вы следите за своей формой, учитесь или стремитесь управлять своим телом, чтобы оказывать государственные или муниципальные услуги качественно нашим жителям. Звание самой сильной, быстрой и ловкой получает команда, которая наберет больше всех очков. Зарабатывать их начали с комбинированной эстафеты. Сегодня в Министерство экономики приехало многочисленное с вами исполнение. Это где-то у нас порядка 20 человек приехало. Каждый вносит свою лепту. Сейчас стартанет эстафета. Для меня пало, что я буду ехать на велосипеде почти километр. Все готовились до этого. Мы ждали, когда начнет спартакедр. Первыми на старт вышли пловцы. Старт дан. Как водичка? Отлично, водрит. Вода в принципе нормальная, самое главное погода хорошая. От пловцов эстафету сразу перенимали велосипедисты. Их дистанция составляла один километр. Завершили эстафету бегуны. Отлично. По полной программе. Сегодня я болею за нашу свою команду. А сегодня же, во-первых, этот вид, где мы сейчас смотрим, это же эстафета. А эстафета – это командный вид спорта. Поэтому это очень зрелищно и создает единый дух. Кто плавает, пускай катается на велосипеде, пусть бегает. Но одни все дают общий один результат. Пока одни передавали эстафетную палочку, другие атаковали и защищали свои ворота. На поле опытные игроки у политики и футбола все же есть общие принципы. Один в поле не воин. Прежде чем ударить, нужно подумать, где в итоге может оказаться мяч. А при частых промахах можно лишиться болельщиков. Противником команды кабинета министров Чувашии на футбольном поле стала команда глав администрации муниципальных районов и городских округов Чувашской республики. В категории органы государственной власти Минспорт сразился с Минсельхозом за третье место. Минюст со службой занятости за первое. В группе территориальной органы федеральных органов исполнительной власти фонд социального страхования играл СУФСИН, МВД с пенсионным фондом. В последнем виде состязаний, перетягиваний каната, особых навыков не требовалось. Только сила и умение работать в команде. У спортсменов обычно бывают традиции, да, не бриться перед стартом. Еще что-нибудь, у вас есть какие-нибудь приметы? Хорошие приметы, каждый день бриться, и чтобы чисто выглядеть всегда. В том числе и в спорте. Участники летнего этапа получили заряд бодрости и наверняка приятную боль в мышцах. Победители медали и грамоты. А окончательные результаты 14-й спартакиады подведут осенью. На прошедшей Всемирной летней универсиаде сборная России заняла второе место в медальном зачете. Вклад в это достижение внесли и спортсмены Чувашии. Сегодня временно исполняющий обязанности главы республики Михаил Игнатьев встретился с участниками стартов Южной Кореи. Среди почти 13 тысяч участников универсиады – 4 спортсменки из Чувашии, представляющие спортивную ходьбу и гимнастику. Город Кванджу оказался счастливым для гимнастки Полины Федоровой. Несмотря на свой юный возраст, результаты она показала не детские и пополнила копилку сборной страны двумя золотыми и серебряными медалями. Задачи передо мной стояли – просто выполнить свою программу, настолько, насколько я это могу сделать, в полную силу, желательно без ошибок. Я считаю, что я достаточно хорошо выполнила программу. Были, конечно, свои недочеты, ошибки, без этого никак не получается. Но в целом считаю, что достойно выступила. Медальную казну российской сборной пополнила серебром и Марина Пандакова. Воспитанница республиканской школы по спортивной ходьбе, уступив место подруге по команде, переступила финишную черту второй. 20 километров ей удалось преодолеть за 4 часа 33 минуты и 11 секунд. Достойными выступлениями спортсменки защитили не только честь спорта России, но и чуваши. Впереди много спортивных мероприятий, и Олимпиада, и летняя, и зимняя. Так что готовьтесь, мы будем создавать для вас условия, где нужно чем-то оказаться действием. Всегда будем оказывать содействие. И звание чуваши, что это спортивная держава, мы не должны терять. Вспомнили на встрече, что мечта любого спортсмена – стать олимпийским чемпионом. К этому званию теперь девушки и их тренеры будут стремиться. Впереди сезон отборочных соревнований в Рио-де-Жанейро. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика. На этом у меня все, я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok